Нападение на военкомат произошло в 4 утра. Пока точно неизвестно, из чего стреляли преступники. Одни источники утверждают, что это был ручной гранатомёт «Муха», а по другим данным, они применили огнемёт «Шмель». Выстрел был произведён с небольшого расстояния метров 50-80. На стене между первым и вторым этажами хорошо заметен след. Местные жители рассказывают, когда услышали грохот, подумали, что началась война. А выглянув в окна, некоторые заметили неизвестных, которые очень быстро садились в машину и отъезжали. Взрыв страшный. Бабахнуло непонятно что. Взрыв какой-то. Муж вышел покурить. Говорит, надо какой-то взрыв. Говорю, а что может быть? Да не знаю. Вся семья была перепуганная. Что произошло, непонятно. И первая мысль была такая. Неужели это перемирие не для всех? Оно существует только для Украины. Для России этого перемирия не существует. Как сообщил новостям АТН заместитель военного комиссара области Юрий Колгушкин, личный состав военкомата при нападении не пострадал. Как, впрочем, издания. Разве что повылетали стёкла в окнах. Между тем, областная прокуратура открыла уголовное производство по статье «Теракт». Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавших, хотя их личности установить пока не удалось. За фактом пострела в військовый комиссариат Рженикидзевского и Фрунзенского районов в Харкове распочато криминальное проведение за статью 258 Криминального кодекса Украины. Это террористический акт. Расследование проводит Управление службы безопасности Украины в Харковской области. С числа работников прокуратуры Харковской области призначено процессуальных руководителей. Это уже не первое нападение на военкомат Рженикидзевского района. В марте неизвестные спортивного телосложения в тёмные одежды принесли ко входу учреждения шины и подожгли их. Тогда выгорели двери и часть тамбура. Всего же на военные комиссариаты области за последние полгода было совершено уже пять нападений. Преступники использовали гранаты и коктейли Молотова, а областной военкомат обстреляли из огнемёта. За всё это время оперативниками была задержана одна из диверсионных групп, совершившая подобное нападение на бронетанковый завод. Однако причастность её к атакам на военкоматы пока не озвучена. В Минобороне подчёркивают, что все эти случаи, скорее всего, направлены на то, чтобы запугать и носят демонстративный характер. Никто из работников учреждений за всё это время не пострадал. Работе и проведении мобилизации, третья волна которой уже завершена, эти диверсии не помешали. Марина Николаева, Александр Румановский, Агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова